Hey there, it's Nastia и моя рубрика Handy Hacks Это видео посвящено всем академически неопределившимся душам, как и я А поговорим мы про магистратуру, про стипендии и про гранты на обучение Что они дают, как их получить И еще я расскажу про то, как я училась в Англии бесплатно Legit, stay tuned Я только что закончила бакалавриат и вопрос магистратуры для меня сейчас остров стал Я думаю, среди вас есть люди, которые понимают, о чем я Поэтому говорить мы сейчас будем в основном про магистрские стипендии Потому что я сама сейчас этот вопрос активно изучаю и готова поделиться тем, что я разузнала В магистратуру, как вы знаете, можно поступить не сразу после вуза, а позже Поэтому этот выпуск, я думаю, будет полезен многим Раньше мне казалось, что учеба за рубежом – это исключительно привилегия людей с высоким достатком Потому что цена за год обучения значительно выше, чем в России Где, кстати, можно и на бюджете отучиться Плюс расходы на транспорт и проживание – все это выходит в кругленькую сумму Когда я поступила на первый курс, я даже подумать не могла, что поехать учиться в Англию или Америку Можно совершенно бесплатно, пока сама не поехала Моя история связана больше с удачей На первом курсе я совершенно случайно оказалась на собрании по поводу программы обмена Она осуществлялась между моим университетом МГПУ и The University of Nottingham, Англия На собрании приглашали всех желающих принять участие И сразу сказали, что учеба будет бесплатной, так как это программа обмена Но оплата проживания и транспорт – это тоже не дешевое удовольствие Я в любом случае согласилась, потому что я училась на бюджете И мои родители меня в этом вопросе поддержали, поскольку это действительно стоящая инвестиция Но больших денежных вложений не потребовалось, поскольку мы, участники, были номинированы на грант, который впоследствии покрыл все расходы Мы сдали IELTS, подписали документы, получили визу и поехали Организация, которая выдала нам стипендию, называется Erasmus По возвращении я представляла ее на выставке обучения за рубежом и узнала много полезной информации о том, как стать участником И сейчас вам расскажу Erasmus – это программа, спонсируемая Евросоюзом, которая помогает студентам со всех стран учиться в Европе Поговорим про две программы Первая – это Erasmus+, по которой ездила я один семестр в Европе Что нужно сделать, чтобы на нее попасть? Во-первых, нужно посмотреть, с какими европейскими вузами сотрудничает ваш университет И убедиться в том, что и ваш университет, и тот университет, в который вы хотите поехать, сотрудничают с Erasmus Вся информация есть у них на сайте Далее нужно найти кафедру международного сотрудничества в вашем университете, рассказать о себе, и далее они уже будут вас направлять Вторая – это Erasmus Mundus, это магистерские программы Два года, каждый семестр в новой стране Заявки подаются через сайт, самостоятельно, не через вуз Оплачиваются все расходы и выплачивается стипендия Списки профилей обновляются каждый год, поэтому нужно смотреть на сайте Да, кстати, чтобы получить любую магистрскую стипендию, необходим опыт работы минимум два года Сразу из универа в магистратуру, из магистратуры сразу в аспирантуру, а потом в студенты преподавать, хотя практики таковой-то и почти нет Это важно, да, рабочая этика вообще очень важна, она очень ценится в Европе Следующая остановка – государственный грант Великобритании – Чивлинг Оплачиваются обучение, проживание, транспортные расходы Чтобы стать претендентом, нужно подать документы в три британских вуза Примерно на одинаковую специальность или на три смежные специальности в одном вузе И также заполнить заявку на сайте Чивлинг, где вас попросят рассказать о себе Если вашу заявку отберут, вас пригласят на собеседование И дальше уже будет решаться вопрос о присвоении гранта Ну, в общем-то, это стандартная процедура любой стипендиальной программы Сейчас у них, кстати, открыт набор, и я подаю на профиль TFL Обучение в среднем длится год, а по окончании участник обязуется вернуться в свою страну минимум на два года О программе Fulbright вы, наверное, уже слышали Это самая престижная стипендия США на обучение в американском вузе Оплачиваются обучение, транспорт и выплачивается стипендия, которой должно хватить на проживание и мелкие расходы Так же, как и с Чивлинг, по окончании необходимо вернуться в родную страну Кстати говоря, сейчас вышел новый закон Если вы заканчиваете магистратуру или бакалавриат в Великобритании Вы там можете остаться еще на два года, чтобы найти работу и осесть Но если вы едете по стипендиальной программе, вам этот новый закон не актуален Помимо перечисленных стипендий, есть еще масса других Например, в европейских университетах есть программы на английском языке И также эти заведения предоставляют финансовую помощь международным студентам Чтобы узнать больше, нужно зайти на сайт заведения в раздел Scholarships и Financial Aid Также существуют и кратковременные стажировки, оплачиваемые и нет Есть большое количество организаций, которые занимаются международным сотрудничеством Причем это актуально не только для студентов Я часто залипаю на сайте Грантист, оттуда я и узнала про всевозможные стипендии Важно грамотно составить personal statement, доказать комиссии, что вы достойный претендент И у вас серьезные профессиональные и академические цели и внушительный бэкграунд Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и что вы решитесь подать на грант или стажировку Потому что это незабываемый опыт, который будет полезен вам в том числе и для вашей карьеры Если о каких-то стипендиях из этого ролика вы узнали впервые, то отмотайте назад и запомните название Погуглите и убедитесь, что есть много программ, которые будут вам интересны А также поставьте колокольчик нашему каналу вот так, чтобы получать уведомления о наших новых выпусках У нас постоянно выходят полезные видео для преподавателей Например, 7 ноября я буду участвовать в дискуссии в прямом эфире Будем с методистом корпорации «Российский учебник» обсуждать, как учить английский лучше С носителем или с русскоязычным преподавателем Вот вы, как сами считаете? Приходите на наш канал 7 ноября в 16.00 и поддержите меня, потому что трансляция дело волнительное А сегодня напишите в комментариях, учитесь ли вы в магистратуре или собираетесь ли вы туда поступать Будете ли вы пробоваться на учебу за рубежом? Очень буду ждать ваших ответов Кстати, теперь у нас есть еще одна возможность пообщаться На канале SkyTeach теперь работает сообщество Будем теперь там обсуждать самые интересные темы, связанные с преподаванием и учебой Заглянуть туда можно вот по этой ссылке На этом не все, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал SkyTeach и stay tuned! Bye! Она осуществлялась между моим университетом МГПУ МГПУ МГ городской Просто это прям всех триггерит Ай, это МГПУ в рометаже Альма-матер просто Нет О, мой Бог, это было так взаимодействовало Мэн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok